Но даже количество есть впечатляет, очень даже впечатляет. Так вот, дальше, друзья мои. Константин после 313 года до 325 года продолжалась эта легализация церквей. Порядка 100 этих союзов легализовалось. И вот Константин уже к 325 году, он посылает письмо к церквям. Это письмо открытое, письмо для всех служителей и для всех христиан. И в этом своем открытом письме Константин заявляет примерно следующее. Что свобода, братья, что вы теперь государственная религия. Но тут же он пишет, а вот есть такие негодные евреи, они такие вот всякие, они воду мутят. И вам, христианам, необходимо просто показать, что мы не евреи, евреи не мы. И вообще между нами ничего не было и нет общего. То есть, был открытым текстом такой посыл. Открытым текстом такой заказ политический был обнародован, по сути. Это не было тайным посланием, это было открытым легальным посланием к церквям, христианским, по всей Римской империи. И было написано, что эти евреи негодные, они такие сякие. И то, что Виктор Папа во втором столетии говорил, в начале 4-го Константин сказал, отныне да будет это для всех вас, вот, законом легализовавшихся христиан, давайте праздновать теперь, вот, воскресным днем, после уже 14-го Ниссана, чтобы мы никогда не были вот в той категории еврейской, а чтобы мы не были похожими на евреев, даже вот по нашему празднеству. Друзья мои, шла речь не просто о праздниках, но даже не сколько о празднике, здесь сама суть важна. Христианам предлагалось распрощаться со всеми своими еврейскими корнями. Христианам предлагалось просто-напросто рубить сук, на котором они сидели. И знаете что? Я вам скажу кое-что, друзья мои. Это, считаю, большой позор. Это даже не гитлеризм, это еще хуже было. Это было тогда еще, вот тогда, начало 4-го столетия. Ни один из епископов, легализовавшийся этой церкви, не опротестовал это письмо. Ни один из сотен епископов, больше трехсот епископов присутствовало на соборе в 325 году. Ни один из них не вступился за евреев. Ни один из них не сказал, я не скажу, что они все были плохими людьми. Нет, но. Я читал о некоторых из них, что это были уважаемые люди и много сделали добра и прочее. Но при всей их порядочности, казалось бы, да, вот по отдельности, как вот у Задорнова, да, вот он когда говорил, там, какой-то юмористский, вот по отдельности мы все умные, как бы, а вместе, вот, ну, да. Вот, и, вот, что интересно, по отдельности, многие из них, может быть, и порядочные люди были, по отдельности. Но когда они вместе сходились, никто из них не решился в защиту евреев что-то сказать даже. И больше того, они не решались о своих еврейских корнях даже упоминать. Из тех, кто был, ну, он был тогда дьяконом на соборе, он потом стал епископом, это был Афанасий Александрийский. Впоследствии лидер, как считается, и неформальный, и одно время формальный, лидер африканских христиан. Так вот, единственное, то Афанасий, но, опять-таки, он не по поводу евреев, а вообще о вот этой елеси цезарепопизма, да, об этой рабской зависимости от государственных структур. Именно он забил тревогу, и, как бы, он написал Константину примерно следующее, что церковь, что государственная власть не вправе, вот, влазить во внутренние вопросы церкви. Учения, администрации, там, хозяйства, финансов, прочее. То есть, государство не имеет права контролировать эти внутренние вопросы церковные. И, угадайте, что произошло. Сразу после этого письма Афанасий стал плохим, завели, как говорится, дело, его арестовали, в места не столь отдаленные, ну, официально, конечно, по другому предлогу совсем. Тут же, значит, и проверки, тут же всякие нашлись, значит, проблемы, которые позволили просто арестовать этого, епископа и отправить в места не столь отдаленные. Будучи в тюрьме, в ссылке, потом Афанасий остался непреклонным. А поводом послужила вообще, ну, такая интересная вещь, Константин попросил, как бы, в мягкой форме перед тем, попросил Константина поставить некоторых братьев, которых он назвал там в письме своем, на главной должности в своей епархии. А некоторых братьев, как бы, ну, которые вели образ жизни, может быть, явно не христианский, но, однако же, закрыты на глаза, и рукоположить их на священническое служение в церквях. Вот, пусть они даже, может, их жизнь, она показывает, что они невозрожденные, но не беда. Главное, вот, рукоположить, ради меня император говорит, вот, я попросил, это мои друзья, я их знаю, это люди, пусть они занимаются в церкви делами. Вот, ну, по-свойски, вот, знаете, так вот, к сожалению, другие епископы, многие епископы шли на поводу Константина. Ну, вот, одного, другого, пятого, десятого, ну, брат, ну, где-то там согрешает, где-то там, значит, ну, ну, ничего же, ну, все мы грешники, значит, ну, вот, руку положили еще одного, еще одного. Но Афанасий опротестовал это и получил в ответ следующее, у нас в империи незаменимых людей нет. И все. Наш Константин использовал эти интриги религиозные. Нашелся один брат, который хотел давно уже подсиживать Афанасия, хотел себя видеть во главе этой епархии большой, объединения африканского. Его, в общем-то, поставили епископом, и он уже во всем, как говорится, одобрял политику Константина и молодого римского тогдашнего государства Константинова, и, в общем-то, византийского, и рукополагал того, кого сказал император, и ставил туда, куда надо. А те, кто не соглашался с этим всем, их подальше с глаз долой, на какие-то далекие там приходы, подальше от столицы, подальше от толпы, от людей, от влияния и прочее. То есть, началась селекционная работа такая, по выведению нового вида уже служителя. Как нам раньше говорили на лекциях в 88-м году, я помню, в семинаре образ советского пастора говорилось так. Сейчас впечатляет. Ну, тогда тоже резало уши, конечно. Образ советского пастора, образ советского священника. Вот, значит, и это надо было записать, конечно. Да, ну, это было, да, было. Вообще, до 91-го года требовалось и сотрудничество в КГБ, значит, чтобы учиться на очном отделении, по крайней мере, надо было это сделать. Вот, была прямая зависимость от государственных структур. Но ничего, друзья мои, живы будем, да? Потому что жив Господь. И вот тогда Афанасий, он, я не помню, сколько раз, но он, то арестовывали его, то отпускали снова на свободу, то снова арестовывали. Раз, пять или шесть, наверное, он был точно в местах лишения свободы. И до конца дней, слава Богу, в этом вопросе, по крайней мере, он остался, ну, на принципиально таких вот именно позициях своих, что государство не имеет права вмешиваться во внутренние вопросы церковные. Но, к сожалению, таких, как Афанасий, было немного. В основном, значит, в общем-то, беспринципность часто очень господствовала там, в церковных кругах. Кстати, Афанасию приписывают еще так называемый афанасиевский символ веры. Хотя реально, значит, сегодня утверждается уже историками, что не мог Афанасий его составить, а он был составлен спустя одно или даже два столетия после уже Афанасия. Но его имя использовалось для того, чтобы, значит, ну, как бы придать этому символу веры особую значимость такую, что ли, особого рода значимость. Это история афанасиевского символа веры, так называемого. Так вот, и антисемитизм развивался в церкви, вот особенно вот те далекие столетия,